Воломани. Для успешных и креативных ценящих своё время. И всё! Хипстеры наши! Что значит, что они не играют? Ну, выпустим игру тогда ещё какую-то, я не знаю, симулятор айфона на андроиде, да? С донатом. Вот задонатил и тебе Джобс написал. Ты понял, да? Внезапно политика добралась до геймеров Крыма. Буквально вчера или когда-то, в общем недавно, стоило упомянуть про отсутствие придыхания во время упоминания Близзарда в ближайшем будущем. Ну, ввиду того, что вышеупомянутые слишком погрязли в совокуплении с банальным и не дарят миру неповторимого, как когда-то. Эть, оп, и в Крыму человеков отрубают от учёток батлнета, обрекая людей на существование без Хардстоуна, о бессмысленности и глубине которого в конце недели Старкрафта, оккупированного корейцами, Вова, оккупированного грустью, данжами, печалью и деблы для однопалых. В общем, крайне грустно видеть, как игровая индустрия, продукт, кой без сомнений может оказывать влияние на массы не менее мощные, чем кино, вместо пествования доброго, вечного и светлого. А в Старкрафте даже Креган в приступах ярости, сжигающей человечество, в конце была заборота любовью окаянного Марина. В итоге ратуют за плохое, а не за дружбу, жвачку и осознание того, что все люди братья. В общечеловеческом смысле. Мудаков надо воспитывать, конечно же. А что еще печально, отрубив от сервисов, бабло пока не вернули. Мрази. К слову. Ну, не про мрази, да, а про карты. Типа мы упомянули Хардстоун, а потом хоп, и упомянем, типа, нечто с ним связанное, поняли, да? Ну, в смысле, не именно с ним, а с картами. Короче, внезапно! Всплыл Хекс. Игра про карты, но ММО. С замками своими, ПВП и ПВЕ и прочими приблудами. И если вдруг вы в нее давно играли и подзабыли, и захотелось чего-нибудь большего, чем просто аренки, то там добавили новое ПВЕ-приключение, которое состоит из четырех тиров. А попутно там же планируют провести чемпионат с призовым фондом в 100 тысяч бачей. Мы, если вы вдруг не видели, в последнее время заглядывали в релик настольной повахи и вообще заинтересовались такими посиделками, чего Хекс, наверное, сгоняем отдельно и всякое покажем. А интересная игра, вдруг что тем, что это полноценная ММО, я сказал, но карточная, с прокачкой, шмотом и прочим всяким в виде ПВЕ и ПВП. Вот, хотя, может быть, конечно же, игра и говно, потому что с ММО так часто бывает, но это уже совсем другая история для стрима. Но не только, карты симулируют бурное боевое буйство на виртуальных столах. Вархаммерские почти шахматы, но с тактикой ломающие выигрышные комбинации, ввиду наличие огнестрелов, гранат и ХП у фигур. Совсем скоро докатятся до Early Access, где сразу дадут пощупать и мультиплеер, и сингл, хотя оба-два будут представлять из себя одно и то же, так как количество сторон на доске, очевидно, меняться не будет, как и, собственно, сами зеленые и красные фигурки. А в будущем обещают еще какой-то классический режим, но он не возбуждает, потому как уже не раз доказано, ордой девелоперов, издевающихся над Вархаммером, что классические модели крайне редко нормально работают на неклассических для классических моделей моделях платформ. В Star Citizen грядут новые обновляшки, и в скором времени в пилотный модуль добавят режим Pirate Swarm, в котором буду тестировать, собственно, нагибание всякого аишного в условиях безвоздушного. Все это с измененной и доработанной при этом баллистикой. Все это, как обычно, не просто так, а так, что вот это все в дальнейшем, само собой, войдет в игру мультиплеерную и сингл-компанию Squadron 42. Фишка же в том, что сражения будут происходить как бы против флотов, а не просто разрозненных группков пиратов, в состав которых будут входить все имеющиеся корабли, которые еще, по идее, будут как-то между собой взаимодействовать. Как? Увидим. Ну, а уже следующее обновление будет про FPS модуль. Что вообще прекрасно. Сейчас его по-всякому дорабатывают, да, в том числе чинят и поправляют всякое связанное с полетом в кораблях нескольких человек. То бишь, если раньше заняться в корабле товарища было тупо нечего, вплоть до того, что даже на толчке было не прикорнуть во время полетов, то теперь будут чего-то добавлять. Постепенно, конечно, идя к чему? Правильно, к тем самым огромным шипам, на которых постов для боевых дежурств будет достаточно. А еще ж там, глядишь, и абордаж, да? А как без абордажных команд? Не будешь же не выглядеть как вот это вот? Уходи, грязный пес! Это будет крайне страшно, да? Мортал Комбат 10 запилил трейлер под бодренькое отцу. Получилось так же хорошо, как АМВ Черное Пуле подбил. Но я вам его не покажу со звуком, иначе нас заболят, потому вдруг что, ссылка вон она. В остальном Мортал Комбат уже совсем вот близок. 14 апреля старта, так как без подельников рожи бьются, генерируя не такое количество радости, какое могло бы быть, если бы вы били рожу в игре другу, то до старта игры Мелаха, Гейп и создатели в стиме продают пак на 4 рыла со скидкой в 10%. В цифрах же получается 1349 рублей, это, само собой, если прям очень хочется. Ну и плевать, че там как. А так-то, 14 мы вам ее обязательно покажем, часов так всем. Интернет ополнится слухами, что новая часть Колды будет продолжением, если так вообще правильно говорить, Блэк Опса. Но самое важное и одновременно печальное в этом всем то, что у Колды будет продолжение. В Блэк Десерт грядет новое обновление, которое, возможно, чуть меньше связано с убийством всего связанного с ПВП и которое принесет чуть больше радости, чем проклятий. Дадут новый кусок мези, островов насыпят и выдадут на руки боевую бабенку, вооруженную варварской с примесью цивилизованности красотой, с легкой ноткой шелюшности. Эй! Которая при этом всем не боится встречать смертоносной, обувшись только в трусишке. Но всяко лучше костюма рыбы. Когда это все появится, не знаю, но как-то сразу с Чифом и Растафари пойдем поглядим, о чем сообщим отдельно. Ха, верно. От Кроуфол немного странного, ну или печального, если вы не до конца разбираетесь в том, что это вообще игра из себя представляет. Рассказали про ПВП, ну или компанию Бладстоун, где у гильдии, допустим, какой-то одной, есть город с деревом, в которой чудо-камень. Дерево, отдающее чудо-камни, сильно ценное, потому что кроме деревьев чудо-камни никто не рожает. А чудо-камень можно сдать в спецместе и получить особые очки. Но так как кроме владельцев деревни с деревом есть и другие, у кого ни деревни, ни дерева нет, то дело это опасное. Оттого камень надо носить толпой, но пока вы его носите, вашу деревню ломают вместе с деревом те самые обделенные. Я не знаю, почему они просто не захватывают, видимо, условия компании. И вместо вашего одного камушка, который вы понесли в спецместо во имя чудо-очков, огребет три камушка, которые они тоже должны донести в то самое спецместо. Схуяли первым мне взять сразу все камни, я тоже не знаю. Но тут вообще что-либо сложно понять, если не понять, что такое кампания в целом для вот этой вот игры. Длятся они от месяца до года, поделены примерно на пять циклов по временам года и типа последнему отрезку в виде последней битвы. В течение всего этого времени сначала вы оказываетесь в осколках умирающих миров почти голым, а затем за все фазы сбиваетесь в кучу, захватываете территорию и поднимаете хозяйство, строив фортификации вокруг своих городков. И потом вас может смести арда мелких кланов или вы можете победить, слившись с кем-то или нет. Все зависит строго от вас, а после победы или поражения осколок пропадает. То есть все, мир меняется и вы возвращаетесь в вечное королевство с плюшками и наградками и отправляетесь в следующую желанную кампанию. Вы в общем такой волшебный экспедиционный корпус, захватывающий возящий всякое ценное, оставляющий после себя только демократию. Теперь-то все обрастает смыслом, да? Но пока все это обещание, что будет потом, поглядим, да? И вообще не ясно, можно ли будет свалить домой до конца кампании, если там тухло, дряхло или неинтересно. Но об этом, к сожалению, позже и отдельно. Пока что же видео-дядька очень радостный, потому что, возможно, думает, что игроки в ММО няшки и будут играть по правилам. Ну то есть он не видел, допустим, русских, а появление политики на осколке считает невозможным, из-за чего верит, что маленьких не загнобят, а осколок не превратится в болото. Ну и опять же повторюсь, возможно, он просто не видел русских. Анимешники Ghost in Shell Online будет выпущена не только в Кореях, но также прокатится по всему миру. С чем я вас всех и поздравляю, хотя совсем не факт, что поздравлять на самом деле есть с чем. Потому что что? Местами игра похожа на совсем не очень хороший Ghost Recon Online, а это совсем не то сравнение, которому надо было бы радоваться. В чем же игру нельзя упрекнуть, так это в отсутствии крови в угоду возрастным рейтингам. Она есть, как и в оригинале, но нам ее не показывают, правда, скрывая ее, также заслуживающими похвалой цензурными рожицами. Так няшное вскрывание глотки не скрывал еще никто. Ня. Вместе с модом для City Skyline в игре появилась возможность летать не вертолетик, и вертолетик может летать и может падать. Это пока все, что может вертолетик. Но может, может скоро, хотя вряд ли у нас появится странная игра про GTA, где банки грабил мэр, из-за чего баланс города после ограбления никогда не менялся. Все просто бегали по городу и разводили ручками, и смеялись над странным хобби мэра. В любом случае забавно, но хочется мультиплеера, знаете, и борьбы, а этого все нет и нет. Deus Ex, Mankind Divided, Mankind Divided, официально анонсированный и официально посвящен продолжению страданий главгероя из предыдущей части Адама, который, возможно, из-за грусти и плотного слоя нуарной печали, отполирует череп до сияющей чистоты, совсем сопьется, и начнет мстить за боль Макса, который Макс болит. А в остальном все станет умнее, от врагов до гаджетов, и все. Вот, ну а закончим тем, наверное, на что можно денег потратить. Кроме Mortal Kombat'а, еще есть, значит, следующее. Titan Quest про борьбу героя с козлорогем в стиле Диаблы, продается за 62 рубля, продавать буду до 13 апреля. Kings of Bounty идет нонче по 249 рублей. Это для тех, кто угорает по-всякому в стиле героев мечей магии, но мечтал о более сочном сюжете, прокачке, именно себя, любимого и о квестах. War of the Overlord отдается со скидкой в 10% за 449 рублей. Думаю, есть те, кто помнят про Dungeon Keeper, вот оно примерно такое же, то есть вы зло, в пещерах живущая, которая отбивается от понаехавших героев ловушками и мрачным сбродом, состоящим в рядах вашей темной армии. Ну и пока еще не вышел Mortal Kombat, можно размять пальцы в Dead or Alive 5. У нее также 10% скидка, правда, за 629 рублей никто не отольет вам крови. Да и вообще, играть здесь мужским персом можно только кудахтая, хотя, с другой стороны, к байкеру, допустим, ниндзи и афганцу претензий каких-то нет. А из плюсов полуголые бабы. Вот такие скидочки у нас на неделе, а на этом у нас что? Правильно, все и что? Правильно, два, всем, всего.